С нами вновь Валерия Гория, автор этого интересного репортажа. Вы не смогли поговорить с местным руководством партии ВОКС. У вас были запланированы интервью, верно? Что случилось, почему они отказались общаться? Всё именно так. Мы договорились о встречах, интервью в канун поездки в Андалусию. Собирались сопровождать активистов ВОКС, снимать их в течение дня. В последний момент они заявили, что не могут общаться с нами, что получили такие указания и штаб-квартиры партии в Мадриде. Они уточнили, что Мадрид запретил любые интервью СМИ. Когда же их спросили о причинах, они нам ничего сказать не смогли. Очевидно, что для партии сегодня очень горячая и важная пора, ведь впереди выборы. Они весьма осторожно относятся к своему имиджу в СМИ. После местных выборов в декабре у них были неприятности. Какие-то сторонники партии очень агрессивно высказывали свою точку зрения прессе. Звучали откровенно российские комментарии. Один из лидеров ВОКС в Андалусии написал в Твиттере, что иммигранты представляют угрозу европейской идентичности. Партии сегодня такая репутация не нужна. Однако это непросто. ВОКС получила поддержку большинства популистских ультраправых партий Европы и даже от бывшего лидера Куклукс-клана. Партия разыгрывает антииммигрантскую карту. Она, в числе прочего, говорит, что равенство между мужчинами и женщинами недопустимо, что надо положить конец страховым покрытиям абортов. Все в таком духе. Почему же сегодня они вдруг решают скорректировать вектор? Что пошло не так? Они утверждают, что не расисты и не сексисты. Но они и декларировали обратное. Речь ведь идет о новой партии. Она еще не завершила формирование. Ей предстоит выбрать региональных лидеров, определиться со многими вещами. В партии немало подразделений. Программные положения ВОКС разделяются далеко не всеми членами партии и далеко не всем электоратам. Они, так сказать, пробуют голос, проверяют реакцию населения. Повторюсь, среди их сторонников далеко не все принимают безоговорочные указания ВОКС. К примеру, вопросы вызывают предложение о реформе закона о гендерной дискриминации и насилии. Нынешняя редакция испанского закона дает женщинам максимально много. Неудивительно, что именно женщины часто не согласны с этой частью предложений ВОКС. Действительно, противники партии даже выходили на улицы. Давайте побеседуем о сторонниках. Вам все же удалось поговорить с людьми, однако в основном это были случайные прохожие. Единственным, если не ошибаюсь, согласованным интервью стал разговор с полицейским и его женой. Но они говорили анонимно. Получается, что люди стыдятся того, что голосуют за ВОКС? В Испании после франко-развивать антииммиграционные теории стало не модно? Думаю, да. Люди в Ля Линия были очень обеспокоены тем, как бы СМИ не навесили на них ярлык. Традиционно этот регион был оплотом левых партий. И сегодня многие, и сторонники, и противники ВОКС опасаются ухудшения имиджа, если их вообще как-то свяжут с этой партией. Пара, о которой вы говорите, как раз из этого лагеря. Муж там голосует за ВОКС, а жена нет. И ей это не нравится? Нет, не нравится. Она удалила его из списка друзей. Наказала его? Или наказала, или показала, что не разделяет его взглядов по вопросам прав женщин и иммигрантов. Об этом в некоторых частях Анталусии, в самом городе Ля Линия, не очень-то принято говорить. Тем более, что немалая часть населения ездит на работу в Гибралтар. Люди опасаются, что если их свяжут с партией ВОКС, они могут лишиться работы. Валерий, большое спасибо. На сегодня это все. До встречи в апреле в новом эпизоде серии «Незаметная Европа».